Всем привет! Гуляем по Петербургу, на Петроградку я выбрался. Императорский Александровский лицей. Корпус для воспитателей. Радиоинститутами Хлопина. Рентген-1 Каминостровский 23. Архитекторы Демьяновский. Год постройки 1903-1905. Стиль неоклассицизм. Я пользуюсь сайтом сети Волос. Четырехэтажный дом возведен в 1902-1905 годах по проекту архитектора Демьяновского для лицейских воспитателей и служителей. В 1860 году здесь было огороженное место, занимавшее и часть территории дома 25, принадлежавшее Павлову. В 1870-х годах участок перешел к рижскому гражданину Штегерманну. Позднее участок был поделен на две части. Участок Хапуновой, дом 23, и участок Дивизион. Вплотной к лице и стоял дом Тамилова. Здесь находилась квартира протеерей лицейской церкви Смирнова. В 1887 году здесь родился будущий академик-математик Смирнов. В настоящее время в доме 23 находится научно-исследовательский радиоинститут имени Хлопина. В 1928-1934 годах на четвертом этаже этого здания находился биохимическая лаборатория Академии наук по главе с Вернадским. Первоначально институт размещался по улице Рентгена-1 Кеминоостровской, 23 здания. В 1903-1905 году построен архитектором Демьяновским. Радиоинститут основан в 1921 году академиком Вернадским для изучения и практического использования радиоактивности. С 1-1-1918 года в институте учреждена коллегия по организации и эксплуатации завода для извлечения радиа в главе с ученым-химиком Хлопиным. Сузданы рентгенологические и радиологические институты. Имелась радиовая лаборатория. Ее заведующим назначен Хлопин. В 1990 году на фасаде по Кеминоостровскому проспекту установлены мемориальные доски в честь академиков Вернадского и Хлопина. А по улице Рентгена в 1992 году открыта мемориальная доска в честь академика Никольского. Здесь же находятся музеи с мемориальным кабинетом Вернадского и Хлопина. Ну вот, пожалуй, все о доме по адресу Рентгена 1, Кеминоостровский, 23. Это императорский Александровский лицей, корпус для воспитателей, радиоинститутами Хлопина. Все, что я нашел, нашел это на сайте CityWall. Пока-пока, до свидания.